А всем привет с канала Брим Тим, и сегодня мы играем в одну из моих любимейших просто игр, это Крёстный Отец 2. Как вы могли видеть в группе ВКонтакте, потому что нужно быть на неё подписанными, то что будет тематика канала немножко пересмотрена, помимо рыбалки добавится также и различный летсплей, и другая тематика. И вот сегодня решил поиграть в одну из игр, которая мне, ой, прям с детства запала в душу, и раз в год-полтора я её обязательно перепрохожу, и давайте вместе с вами начнём в неё играть. Продолжение следует... И так начинается Крёстный Отец 2, играем мы за Доминика, одного из как раз-таки бойцов семьи. Корлеона, имя мы ему менять не можем, Доминик он с начала игры и до конца игры. Можем единственное, что поменять ему внешность, вот я думаю, этим мы и займёмся. Сделаем немножко такого диктатора, потом вы знаете зачем, хотя сможем всегда поменять наш выбор. Слишком густая чё-то шевелюра. Ну это вообще лысый. Вот всегда, как лучше сделать, как максимально эпичнее бы это было. Сделаем дикта. Глаза. Моделирование персонажей здесь, конечно, оставляет желать лучшего, но я думаю, нам этого хватит. Мне чё-то волосы не идут ему такие. Дрился как бы тоже. Одежда. Ксессуары, очки. Ну сделаем авиаторы. Чё нам? Перчатки, без перчаток, кольца, палец для кольца, тут мизинец, сюда муднявые часы, сюда муднявые браслеты. Так, вверх строгие рубашки, костюм. Воротник, галстук, дополнительно. Цвет галстука. Цвет рубашки. Цвет. Цвет. Я думаю, будет смотреться лучше всего вот так вот. Цвет. 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 Максимально строгий внешний вид, как и полагает мафия Нью-Йорка, принять. Продолжение следует... 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 И жарим ему голову. Флаконы это ХП. Следовательно, ХП отмечается наше и противника. Комбинация ударов даёт нам комбо-удары. Революция на кубе это вообще отдельные краски. Вот пистолет. Так, то что у нас здесь бесконечное количество патронов, это только в первой миссии. В пистолете патроны ограничены. Вот так, сейчас кое-что сделаю в настройках. Тут есть, короче, автоприцел в голову. И это просто немножко легче, не приходится наводиться. Вот, сразу, опа. Что вы должны вернуть? Продолжение следует... Револьвер получили... Блин... Ну... Я забыл, что тут можно провалиться в мост... Револьвер получили... Револьвер получили... Револьвер получили... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько интересных сюжетных веток можно было сделать с Альдотропани, это вообще кошмар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще, Фрэнк один из самых колоритных персонажей. И по мне, очень не хватает сюжетных веток с Фрэнком. Потому что это такой старый пёс, а к тому же ещё и психованный, и он прям, я не знаю, очень круто смотрится, и поэтому в драках он вообще был бы суперским. Продолжение следует... За исключением, кстати, некоторых игровых аспектов, казуальных аспектов, игра это полностью сюжет фильма. То есть, кому интересно, тот может посмотреть фильмы и не упустит ничего. Так, сейчас мы имеем то, что в Нью-Йорке действует противная нам банда, это Кармина Розата. Вот сейчас пока они говорят с Фрэнком. И поэтому сейчас мы набираем свою банду и будем постепенно выбивать Кармина Розата из Нью-Йорка. Кармина Розата Так, сейчас мы делаем вот как. Нанимаем поджигателя. Про специальности потом уже в ходе игры мы всё поймём. Но его используем на одну минуту, и после этого возьмём медика. В логове банды всегда можно пополнить боеприпасы. Так, значит, вот у нас есть карта Дона. Вот наш город Нью-Йорк. Красным обозначаются наши предприятия. Серые это государственная собственность по типу банков, полицейских участков, аэропортов, больниц. Другим цветом означаются предприятия-банды, которые нам нужно уничтожить. Я вот, кстати, подумал, может нам из Доминика сделать... Кстати, обучение есть, да. Может нам из него сделать подобие Фрэнка? Типа, а чё нет? Типа, а чё нет? Так, стиль рубашки, костюм, воротник застёгнутый. Вот так вот, я думаю, будет довольно неплохо для игры за такого прям Дона. И если есть вопрос, зачем я сюда бегу... То это для того, что в игре есть тайники. Так, вот, значит, наше оружие. И зачем я взял поджигателя? Дело в том, что все оружия в игре имеют три степени класса. То есть, три степени прокаченности. И прокачиваются они путём нахождения уникального оружия. Они очень хорошо сныканы. Первый, это из... Да что-то я на тап всё время нажимаю. Это из вот этого довольно, ну, фигового дробовика сделать шикарный обрез. Который спрятан за вот этой изгородью. И вон там лежит. Найдену усовершенствование для оружия. Обрез это оружие можно докупить для всей семьи. Так, теперь. От поджигателя толка нам относительно будет мало. А вот медик нам понадобится. Но, чтобы выгнать человека из семьи, на него нужно ставить метку смерти. И сейчас мы его, к сожалению, убьём. Но ничего страшного. Позже он реинкарнируется. И мы сможем его, опять-таки, нанять, если захотим. Так. Некоторые члены команды вообще дегроды просто конченые. Но, тем не менее, с кем приходится, с тем и воюем. Зато он медик и, если что, поможет нас отхилить, чтобы миссия не прекратилась. Обучение, чтобы звать ся... Это отправить свою сяфку, это её позвать. Обучение, ну куда же без него. Спасибо. 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 Я не помню, как на него нужно воздействовать, чтобы получить максимальное количество бабла. Может быть, применение оружия? Уязвимое место захвата. И вот мы уже имеем с него почти тысячу, но надавим чуть посильнее, но если мы перестараемся, то получим уже отказ. Вот, я думаю, тысячу нам хватит. Всё, мы контролируем предприятие. Теперь нам нужно нанять охрану. Так, пока что, наверное, три охранника или сразу максимум ставить. Так, извините, но придётся поставить нам сразу всех, чтобы потом у нас не отбили предприятие. Сейчас просто пойдём захватывать предприятие, весь Нью-Йорк. И тем самым сможем максимальное количество денег отмывать и не уходить в минус. ПОДПИШИСЬ! 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 Ты чё, чёрт? И идём на рейдерские захваты. Нельзя, чтобы они звонили, потому что они вызовут подмогу, и это уже может оказаться более чем фатально для нас, если приедет уж больно много опричников из банды. Немножко погромим, чтобы получить максимальное количество кэша. Да, при вскрытии кассы тоже можно найти немного, но денег. Продолжение следует... Так, идём на захват следующего сведения. Эмпайр... Бум... Крисино. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чё же у неё слабая точка, я не помню. Продолжение следует... Продолжение следует... Кафе... Кафе... И дальше пойдём по сюжету. Найти телефон и поговорить со следующим контактом. Но сначала подвольте мне захватить. Продолжение следует... Шваряем. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у вот этого Ричи... У него... Слабое место броски, и вот мы уже почти касаясь делали. Сейчас, я думаю, до полторухи даже докрутим. Или нет... До тысячи докрутили. Продолжение следует... 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 Да, управление машин, конечно, здесь это отдельная тема для разговора. Квадратное неправильное управление. Я к лучшему управлению привык, это в GTA 5. Надеум, он получил наше сообщение ясно и чётко. Надеюсь, охрану отведите, не должно хватить. Силевая охрана, да, ведь кармин не попадается. Я знаю, но сила разбрасывается, если я не ошибся в предположениях насчёт кармины, то нам нужны люди. Бойцы, согласен. Правильно, знаю, где-то хорошие. Я не знаю, где-то у вас есть, но я думаю, что они будут бездействовать. Идём нанимать второго члена нашей семьи, уже более такого вычурного специалиста, взрывника. Ну и красота. Теперь мы можем забегать в Багдель. Только я думаю, перед Багделем нам стоит лучше взять две наркотические фабрики. Таким joue. Таким, вот так. Получить. Получить. Да я как задолбался на этот тап жать. Продолжение следует... Так, 1700 добьём, не добьём, нет, лучше нет. Вот сейчас бы ещё немножко и всё, он бы пошёл в отказ. Всё, захватили одну фабрику. Сейчас сразу всё, что он нам отдал, мы спускаем на охрану. Так, и сейчас идём сразу же через дорогу на второе предприятие. Да, кстати, иногда валяются деньги, по 100 долларов. Это, считай, плата одному охраннику, так что это немало. Я нажимаю тап. А вот теперь разрываем дверь. Опять я нажал на тап. Я хочу поменять огнужие, я привык к тамбу. Взрывная волна нас откинула. Красота. Доход за день у нас 4500, зарплата охранникам 6200. Пока что мы в минусе. Зато наше заведение никто не отобьёт. И мы наглались на ментов. Сейчас бы нам в поспешном порядке уйти, это было бы самое лучшее. Зона подозрения здесь, кстати, как в Assassin's Creed. Так, всё замечательно, мы ушли. Вот тут есть у нас такая вещь, как банк, и можно очень хорошо ограбить его и получить 10 тысяч долларов. Для этого сейчас сразу подгоняем к банку машину. Дальше. Угу. Один. Ещё один. Может быть такой. Угу. Слушай, подгоняем. Угу. Угу. Сразу зона подозрения на весь город, собираем мешки с деньгами, пока что они у нас не обналиченные, чтобы обналичить деньги нам нужно скрыть их на конспиративной квартире, либо в убежище. А чем мы, в принципе, сейчас и поедем заниматься? Так. Так. Четыре мигалки, максимальный уровень розыска. Но как только мы сейчас зайдем в конспиративную квартиру, весь наш уровень розыска исчезнет. Красота, отлично похищенные деньги спрятаны. 13156 у нас. Это очень хорошо. Вот, кстати, наш этот поджигатель, которого мы порезали изначально. Ламико. Все, лавинь подозрения упал, замечательно. Так. Это заведение сейчас последнее будет взять низ, сказать, что легко. Они нас короче сами протаранили. Чё-то сюда припёрлись. ИGG- collecting. Игра. Игра. Альга. Игра. Вы жале его раньше. Игра. Альга. Вот, Кармин Розата напал на нашего объекта. А если бы мы поставили двух охранников, их бы перестреляли и всё. А так наши продержатся как минимум, но может мы ещё успеем им помочь. Кстати, стрельба из укрытия здесь очень хорошо реализована. Да что-то опять я на тап нажимаю, а. Продолжение следует... Вот и всё. Фух, успел увести. Две сто. Бонус. Вы захватили новую группировку Проституция. Бонус Кастеты. Теперь наши удары ближнего боя наносят больше урона по врагам. Ну я понял, а можно пропустить, вот, всё. Вот, Кастет у нас на руке, видно. Всё замечательно. Все нападающие Кармины убиты. Всё, красота. Для Мизон Руш ставим охрану. У нас доход сзади ровно на 2000 меньше, чем зарплата охранникам. Сейчас мы подойдём к этому теме. Сначала заглянем вот сюда. Чё нам, тысяча лишняя что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сюда мы также сможем ныкать деньги, пополнять тут боеприпасы и всё в таком духе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас надо, короче, поговорить с Фрэнком и сделать прям такого нормального брутала. Всё, убираем. Да, это всё война, это мы в курсе. Сейчас мы будем убирать доверенных людей Кармины, то есть таких же членов семьи, как у нас вот Медик и Взрывник. Для этого уберём что-то вроде контракции на убийство. Да, давай. Да, давай. Туда логика, как в ГТА. А если у нас будет конкретный способ убийства, утопить, задушить, прострелить колено, это да. Всё. Тап. У нас это и есть информация. Бейте его тем способом, который указан в способе убийства. Но, так как я говорю, я проходил игру более 15 раз, или я не знаю сколько, сбился уже, наверное, 100 раз, то сделаем это путём того, что я помню. Нам нужно сейчас заехать сюда, он тут стоит, и придушить нам его нужно. Всё замечательно. Всё замечательно. Кармин Розата, боец уничтожен, и в будущем он нам не будет доставлять неприятности. Я думаю, сейчас вот этого и вот этого тоже убьём, и всё будет более чем замечательно. Только бы не нарваться на полицию сейчас. Так, вот этого бойца нужно задавить, это я тоже помню. Всё, ещё один боец уничтожен, Клой Лондо. Сейчас, я думаю, мы сделаем вот как. Мы едем дальше, уничтожать ещё одного бойца. Который, наверное, находится на набережной около банка. Его нужно бросить в воду, так как он не умеет плавать. Так. А с другим вообще проблемой, того я не буду уничтожать, потому что там непонятным образом. Я сколько раз проходил, когда-то получается его уничтожить, когда-то нет. Там надо застрелить его в голову из пистолета, или просто застрелить из пистолета. Но это две вообще принципиальные разницы. До свидания. Джимми Гуадаву. Гу... Гу... Гуи Далато. Уничтожен. Всё, остался один боец, это уже недееспособная семья. Да, прозвучал как это. Кстати, ещё вот есть услуги в обмен на деньги, то есть можно зарабатывать. И, кстати, такие фразы, прям полностью антикоммунистические, которые описывают, типа, состояние в Штатах на то время, типа, Как ты смеешь называть меня красным? Я воевал во Вьетнаме? Типа... А это закон основного жанра подобного рода... эээ... сюжетов. Если дело близится к концу, значит жди, подляны. Кстати, глаз на радаре означает свидетеля. Если мы не скроемся из этой зоны подозрения, он укажет на нас, и полиция ополчится на нас. А тут, кстати, мы уже, наверное, можем нанять бойца с двумя способностями одновременно. Сейчас посмотрим. Да, вот он у нас есть. Медрежатник и медик. До свидания, парень, ты нам хорошо послужил. Хорошо, что нас ни разу не реанимировал. Так. Объясню, зачем делал. У него одна способность медика, а этот и медик и сельфер скрывать умеет. Ну надо же, ну в последний раз, в последний момент уже нормались. Так. Изменяем внешность Доминика уже, как и в третий раз. Волосы сделаем без волосом, но вот с такой вот бородой. Баба дай. Ну, мачо, чамо. Макс Пейн. Играем за Макс Пейна точно, всё. Играем за Макс Пейн. Играем за Макс Пейн. Вот так вот. Майкл нас предал. Доминик, конечно, тоже такой взял и Фрэнка кинул. Ну, вероятно, уже подумал, что он умер. Но он же не умер. Или я вам спойлер сделал, прошу прощения. Играем за Макс Пейн. Итак. Пейн. Иисуса, когда показывал Clint Rahman. Вопрос, как они тут оказались? Если дальше тут нет места, а тут вход в нашу квартиру. Продумано, не правда ли? Вот, общий доход за первый день, 7800 мы платим охране, доход 5800. И, следовательно, 2000 мы в минусе. Ну, это абсолютно нормально, потому что охране мы платим 100 долларов каждому. Мы как бы можем сократить количество охраны до того, чтобы быть в плюсе, но не факт, что при последующих нападениях тогда меньшее количество охраны сможет отбить наше заведение, нам придется его заново захватывать, это тратить время и все дела. Поэтому лучше пока, скажем, поработать в минус. Продолжение следует... Мы уже захватили все заведения, как мина газата. Мы уничтожили трех из четырех его бойцов. Дом к мина газата теперь доступен. Нападите на дом Дона. Все, сейчас мы нападем и весь Нью-Йорк будет нашим почти. Так, берем мы энергетика. Инженера, как правильно его назвать, я не знаю. Он отключает свет, ломает замки, в принципе он все делает. Так, берем мы конечно по-другому. Мы просто не знаем, что тут находится. Используем металл. Скорее, это очень важно. Я не знаю, что мы очень сильно питались. Но хотел будем говорить, что этот палец будет bitter. Так, идём сначала сюда. Кто захочет перепройти, можете использовать свой вариант, можете мой. Сначала отрубаем им свет. Тут берём коктейль молотова, тут у нас берём винтовку, и сейчас начим расстреливать весь двор. Всё. Весь свет вырубили. Первого убили. Всё. Продолжение следует... 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 Так, всё, семья Кармина раза от уничтожена, когда дом потушат Кармины, он будет нашим. И потом нам захватить ещё вот этот домик, и всё, Нью-Йорк наш. Мы захватили Нью-Йорк, нам дали деньги за уничтожение данной семьи вражеской, мы можем потратить на улучшение своих навыков. Теперь нам осталось найти телефон и поговорить со следующим контактом. Так, ну мы сейчас посмотрим, банк у нас отремонтировали или нет, а то бы мы его грабили ещё раз, или нет, в принципе. Да, банк отремонтирован, сейчас ещё 10 тысяч себе нафармим. М-м-м. М-м. 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 Я думаю, нам хватит времени добежать до укрытия, тем более конспиративная квартира у нас тут рядом. 2 500, нормально. Мы успели уйти, вот это я называю тихим ограблением. Я думаю, сейчас ответим на звонок, деньги снычим себе и будем закругляться на первой серии. В Нью-Йорк мы захватили. 37 000 там фармлено, я считаю более чем достойно. А ты говоришь, что больше человек в университете. Спасибо. Доминик сразу делал. Есть для тебя работа в обладении. Надо поговорить и кричить. Фреда тоже здесь, вот тебя встретят в аэропорту. Только осторожно. Всё. Всё. Мы закончили тем, что подмяли под себя Нью-Йорк, собрали банду, взяли одного из специалистов высокого уровня, нафармили 37 000, открыли два новых вида оружия, и теперь мы отправляемся во Флориду. Я думаю, сейчас мы первый раз сохранимся за профиль. 57 минут, кстати. Я считаю, не особо много. Одна из сюжетных веток игры, проведена за 57 минут. С вами был Брим Тим. Встретимся в следующем выпуске, где мы будем тусить во Флориде. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok